Резо Амашукелли «Нет, не хроника, нет, не список событий и дат, а любовь и деяние». Мне врезались в память эти строки очевидно от того, что я слышу в них горячую заинтересованность поэта не сверху лежащим, необычным, не будничным, а вот то, что он глубоко обобщает в словах «любовь и деяние». Эти слова и для меня как бы являются стержнем, содержанием моего отношения к творчеству. Ибо в этих словах есть активный призыв участвовать в жизни и, естественно, выражать эту жизнь в искусстве в ярких темпераментных образах. Такова наша жизнь и таковы наши люди. Мне довелось встречаться с очень интересными и очень деятельными людьми. Людьми неравнодушными ни к судьбе товарища, ни к судьбе коллектива своего, ни к судьбе государства. Эти люди постоянно волнуют и будоражат меня. Они тревожат меня. Они как бы требуют их сыграть такими, какими они есть по существу, деятельными людьми. Писатель, наблюдая жизнь, он обычно любопытный, подсмотренный или подслушанный в жизни, заносит к себе в блокнот, впрок для своего творчества. Художники-живописцы набрасывают эскизы, этюды. Мне думается, что актер, виденное и пережитое, оставляет в своем сердце то, что мы называем эмоциональной копилкой или еще эмоциональной памятью. Разумеется, чем богаче и впечатлительнее натура актера, тем его копилка богаче. Конечно, копилка не бездона, ее можно очень быстро исчерпать и остаться просто в духовной и творческой нищете. Стало быть, речь идет о том, что актер не должен иметь праздных дней и праздных минут в своей жизни. Он постоянно должен видеть и ощущать и сопереживать жизни. Моя жизнь изобилует удивительно яркими впечатлениями, калейдоскопом, я бы даже сказал, потрясением. Так детство мое сложилось, я бы сказал, не очень радостное. Ни по моей, естественно, вине, ни по вине моей матери. Так случилось, что отец нас очень рано оставил, и это и нанесло моему сердцу рану, душевную рану, которая очень мне пригодилась потом в работе над некоторыми образами, о которых я хочу сказать несколько позже. Мое детство запечатлело для меня, уже взрослого человека, занимающегося творчеством, очень яркой картины. В тот период, когда я жил в селе Чалбас Искадовского района на Херсонщине. Это период был острой борьбы между теми, кто активно, самоотверженно утверждал новую жизнь, и с теми, кто ей яростно сопротивлялся. Я имею в виду период коллективизации. Я помню до сих пор, очень ярко себе могу сейчас представить, виденное, пожары, полыхающие у нас в селе, сотворенные кулаками, выстрелы из обрезов. Я помню, как я забивался в угол на печи и сжимал кулачонки от страха и ненависти к врагам. Моё детство подарило мне восторг, который я испытал перед парнями с портупеями и девчатами в красных косынках, первыми зачинавшими колхозы. Я помню трактор, появившийся у нас в селе, когда одни открещивались, отплёвывались от него, как от чудовища, а другие с восторгом, умилением и надеждой, улыбаясь, со слезами в глазах, смотрели на него, как на чудо. Позже, уже в Цирюпинском районном центре, там же на Херсонщине, я впервые увидел светящийся экран. И дело не только в потрясении открытий науки и техники, а от того, что оттуда говорил со мной Чапаев, Максим, Семеро смелых говорили со мной. И поскольку раз я их смотрел, и каждый раз я был в полном изумлении и потрясении от той наполненности человеческой страсти, которой дарили мне эти герои. И вот то заражение, которое я получил в детстве тогда, оно до сих пор меня волнует, до сих пор меня заставляет быть похожими на них. И то же самое делать в искусстве, которым я пытаюсь всерьёз заниматься. Мне думается, что уже теперь, выступая в кинематографе или на сцене, я всячески стремлюсь влить в образ горячую, если можно так сказать, кровь, чтобы представить человека неуёмным, неудержимым, беспокойным, неравнодушным. Так я старался сыграть в одном из первых моих фильмов «Искатели» роль инженера Лобанова. Схему придётся разобрать. Зачем разбирать? Какую схему? Ну, не готовы, братцы. Любопытно. Я уж в лавку доложил. Занятно. Зачем же вы поторопились? А за тем, что они не собирались распустить нашу группу. И распустят. Доиграешься. В общем, банкет придётся отложить. Так. Ну, разберём. А потом, что делать будем? А потом снова собирать будем. И доколе? Не знаю. Не мешало бы знать. Пока вещь не станет точной, компактной и пригодной для любого кабеля. И, если хотите, красивой. Плохих советов я тебе не давал? Ого. Так вот, нельзя разбирать схему. А ведь это же уродец. Рахитик. Андрей. А мне... Андрей, послушай! Пуся-пуся-пуся. Ты не один здесь. Чтобы люди работали. О, нагородили. Воронегнездо какое-то. Уйду я от тебя. К чёртовой матери! Так что? В таком случае и я тоже. Доволен. Совсем личной жизни нет. Действительно. До банкета ещё далеко. Ну, а правда, ну сколько же можно? Только прошу вас, в главку звоните сами. Я за вас больше объясняться не буду. Надоело. Не знаю, Андрей Николаевич. Как все, так и я. Что все? Боюсь, что я тоже буду вынужден отказаться. Вынужден? Все вынуждены. Скатертью дорога. Очень часто спрашивают и меня, и, конечно, моих товарищей по искусству, участники художественной самодеятельности о том, как я пришёл в искусство, как стать актёром и так далее. И, разумеется, на все эти вопросы и письма ответить просто невозможно, ибо каждый приходит в искусство своим, единственным, только ему присущим путём. Я же сколько себя помню, то я уже понимал, что жизнь моя вне сцены просто немыслима. Правда, заражался я видами искусства, жанром, в зависимости от того, кто заезжал к нам в районный центр. Если приезжал танцор, то я утанцовывался до такой степени, что ощущал несусветную боль в мышцах. Если приезжал певец, значит, я драл глотку до хрипоты, выявляя в себе вокальные данные. Приезжал иллюзионист, я, конечно, старался как можно сильнее поразить своих товарищей таинством иллюзии. Для всех уже я тогда был в школе, для товарищей и учителей, никто иной, как Женька-артист. И только один человек всерьёз, без всякой иронии, относился к этой кличке. Это учительница литературы Валентина Николаевна Погорелова. Это она тогда уже всерьёз обратила моё внимание на сокровища Третьяковской галереи, ремитажа, разумеется, в тех сельских условиях, по открыткам, вырезкам из газет и журналов. Это она обратила моё внимание прочесть как можно больше о художественном театре, о малом, большом, о могучей кучке и так далее, и так далее, и так далее. Затем Киевская киноактерская школа, образованная по инициативе замечательного режиссёра, педагога и писателя Александра Петровича Довженко. Я благодарен этой школе за то, что она мне, сельскому парнишке, привела вот вкус видеть прекрасное. Это даже входило в методику обучения в этой школе. То есть стремились в этой школе как можно больше обогатить нас впечатлениями от истинного искусства. Так впервые я услышал замечательного чтеца Яхонтова в его исполнении Евгения Онегина. Я никогда не могу забыть того впечатления, которое я вынес после просмотра концерта, спектакля, в котором выступал последний из магиканно-романтических актёров Юрьев, исполняя Арбенина Лермонтова. Я впервые слышал живую музыку симфоническую. Как я благодарен за это школе и педагогу Игнату Игнатовичу, который учил нас не просто фиксировать протокольно видимое искусство, виденное, а и глубоко проникать в него, в сущность его, идейную его сущность. Не только, так сказать, распространяться в наслаждении эстетическом. В жизни людей моего поколения и старше война оставила огромный след. Кто может забыть войну, кто пережил её или кто её знает. Конечно, война оставила во мне огромное чувство потрясения. И не место сейчас, и не время об этом говорить, но я точно знаю, что война – это период неимоверного сосредоточения. Огромной сдержанности людей и целеустремления во что бы то ни стало освободить свою родину от фашистского нашествия. Люди, как мне помнится и кажется, молчали даже в высоком ритме. От этого, может быть, я бесконечно люблю такие кинематографические произведения, которые я считаю просто величайшими шедеврами, которые, очевидно, созданы на этой основе, вот на этом темпераменте. Ну, такие, как молодая гвардия Герасимова, судьба человека Бондарчука, была до солдати Чухрая или уж совсем недавний председатель Салтыкова, где нам представляется возможность не только насладиться прекрасной формой искусства, огромным содержанием, целеустремлением и горячей страстью человеческой, и утверждением сути человеческой, советского человека. Позже я, после немобилизации из армии, поступил в труппу Тюменского областного драматического театра. Этот период запечатлелся мне как период огромного и очень горячего труда. Очевидно, это исходило от того, что я понимал потерянные свои пять лет прерванной войной, оторванной я был от профессии. Эти годы были годами, исключавшими напрочь благодушие, лень, праздности. Эти годы были проб, поисков. Все время быть занятым ролью, ежеминутно, ежесекундно думать о ней, пробовать ее, пробовать искать ее характер, пробовать ее характерности, если хотите. Ибо актер, так ему суждено, с третьей, четвертой роли, если он повторяется, зритель начинает очень, мягко выражаясь, выражать не любовь, а в провинциальном театре, где и зрителей не так уж много, а спектаклей очень много, и эта опасность всегда висит над актером. Я чрезвычайно благодарен своей судьбе, что она меня связала с замечательным театром «Красный факел» в Новосибирске. Это был период с 1948 по 1952 год. Это период в театре был наивысшей своей точкой развития, славы этого театра. Его тогда называли периферийным хатом. Образцов подлинного служения искусству было более чем достаточно в этой труппе. Я вспоминаю сейчас благодарность у таких актеров, как Гончарова, Огоронова, Михайлов, Оржанов, Северов, Бирюков, Ломоносова и такие замечательные режиссеры, как Дени Бейбутов. И возглавляла эту труппу совершенно удивительный человек, человек огромной культуры, широкой образованности, замечательный педагог и режиссер, народная артистка Вера Павловна Редлих. Это она меня уже научила не только самовоспламеняться, самосгорать, как мы иногда говорим, грызть кулисы. Это она уже научила меня логически выстраивать роль, разумно относиться к роли, быть архитектором своей роли, своего образа. То есть выстраивать роль в перспективе ее сфер задачи. В этом театре была прекрасно поставлена работа воспитания актера. Актер воспитывался индивидуально. И прежде всего это зависело от репертуара, от построения репертуара, от занятости в этом репертуаре актера. Ибо каждый раз перед актером стояла новая творческая задача. Он стоял как бы перед белым листом, перед новым неизвестным для него человеком. Какое-то счастье заглядывать каждый раз в суть, в душу нового человека. Так мне за три года удалось сыграть такие разные совершенно роли, как Роксмит в нашем общем друге Диккенса, Николай Леонтьев, кандидат и партии Крона, рабочий человек, Барин Телятьев в пьесе Островского «Бешеные деньги», «Колхозник» Максим, известный тогда комедии «Свадьба с приданым», «Горячий», неуемный, «Улгас» в «Веветерки райниса», «Нил» в «Мещанах Горького». Какая-то прелесть работать над совершенно противоположными характерами в ролях. В связи с этим я сейчас думаю, как жаль, что мы, актеры, не хозяева своей судьбы. Мы часто зависим от случая. И как жаль, что иногда пользуются актерские возможности только те, которые однажды были в первый раз проявлены. И тогда актер, естественно, потухает. И в связи с этим я не могу вспомнить, как прав Сергей Аполлинарович Герасимов, который предлагает планировать труд актера, не оставлять его дарование господину случаю. 1952 год для меня стал годом очень счастливым. Я приглашен в прославленный русский театр, академический Малый театр Советского Союза. Почему так взволнована была моя творческая душа? Прежде всего потому, что Малый театр для меня всегда был понятием очень яркого театра, театра эмоционально возвышенного, романтического театра, театра, который поднимается выше суеты-сует и гремит во все колокола современности. Театр, на подмостках которого творили такие выдающиеся, гениальные актеры, как Мочалов, Щепкин, Ермолова, Южин, Пашене, и творят сейчас ныне здравствующие и замечательные мастера. Малый театр преподнес мне, прямо скажем, немало очень интересных уроков для творчества. Один из них я хочу рассказать. Это дебют в роли незнамого в пьесе «Без вины виноватой Островского». Я помню, что монолог, известный монолог, господа, я предлагаю тост за матерей, которые бросают детей своих, произносился мной на первом, на втором, на третьем спектакле с предельной драматической отдачей. Я до сих пор ощущаю спазмы в горле и обильно льющиеся слезы по щекам. Вот что удивительно. А зрительный зал был совершенно равнодушен, абсолютно равнодушен к моим незнамовским терзаниям. Казалось, провал неминуемый. Я не мог винить себя в этом провале, обвиняя себя в том, что я несерьезно отнесся к дебюту, или я щадил свою нервную систему. Нет, понимая, что я играю в ансамбле с такими прекрасными актерами, как Зубов, Гоголева, Шатрова, Светловидов, и после таких знаменитых незнамовых, как Остужев и Царев, я мог только переусердствовать. Однако факт есть факт. Зрительный зал и я разделены холодной стеной. В чем же секрет? Это была загадка не только для меня, дебютанта, но и для всех, кто играл со мной в спектакле. И однажды Константин Александрович Зубов, главный режиссер тогда, сказал мне, знаете, Женечка, а кажется, мы ошиблись. Мы играем этот монолог без учета состояния современного зрителя. Если в 1884 году зритель мог сочувственно относиться к незнамовским терзаниям по поводу его сиротства, то сегодняшний зритель, 1952 года тогда, который пережил такую тяжкую войну, вынес огромные жертвы и в страшном напряжении преодолел войну эту, победил в этой войне, вряд ли может сочувственно относиться к молодому человеку, который само переживает, само страдает. И были назначены репетиции. И режиссер профессор Цыганков и Наташа Залко предложили мне внести в монолог интонации сопротивления, интонации борьбы с теми, кто так легко разрушает детское счастье, и те, кто создает подобную ситуацию для этого. И монолог зазвучал совсем по-другому. Из малого театра я вынес еще очень для меня дорогое ощущение. Ощущение беспрестанно, бескорыстно заниматься общественной деятельностью. Мне думается, что актер, участвуя в общественной жизни, меньше всего способен замкнуться в свою скорлупу сугубо профессиональных интересов. Ему есть где раскрыть свои возможности, ему есть где излить свои мысли, ему есть где применить свою творческую энергию, актерскую и свою гражданскую энергию. И для того, чтобы понять это, мне думается, что надо только вглядеться в своих товарищей. Как это важно, как это полезно питаться живым источником человеческой мудрости, желаний и страстей, которые так нам дарят жизнь. Это наши товарищи, которые побывали... Да мне кажется, просто нет на карте Советского Союза такого места, где бы они побывали, актеры малого театра. Они побывали на фронтах Отечественной войны, в госпиталях, в окопах, они побывали на целинных землях, они побывали на великих и малых стройках, колхозах и кинозаводах, они побывали на заставах пограничных и даже были на льдине Северно-Ледовитого океана. Это велико быть занятым и чувствовать себя очень полезным в общении с людьми. И вот то, немногое, что я рассказал, что впечатляет очень актера, что насыщает его творческую душу, всегда просится в дело, в работу просится, в спектакли, в фильм или в роль, но требуется активно. Может, от этого я приверженец романтически выражать жизнь и действительность, эмоциональную выражать. Я склонен больше до мысли дойти через сердце, то есть влиять как бы через сердце на зрителя. Может, поэтому для меня до сих пор кумирами являются в искусстве такие замечательные актеры, как Николай Константинович Симонов, как Борис Николаевич Ливанов. Я всегда дорожу людьми и в жизни, и в творчестве неуёнными, революционно настроенными, людьми, летящими как бы в жизнь. И такой для меня всегда был дорогой образ Макара Нагульного из поднятой Целины. Садись, Григорий Матвеевич. Спасибо на приглашение. Что же это ты, Григорий Матвеевич, с именами везешь? А мне зачем их весть? Ну так было же постановление общего собрания. И колхозникам, и единоличникам семенной хлеб свесть. У тебя-то он есть? А только, конечно, есть. Ты собирался в нольящем году шестьяпшеницы сеять. Так точно. Значит, сорок два пуда семян имеешь? Все. Полностью имею. Подсеянный, очищенный хлебец, как золотце. Ну, это ты, герой. Вези его завтра в общественный амбар. А весной получишь свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, поели. А баба, это он надежней сохранится. Хе. Это ты, товарищ Нагульного поста. И этот твой номер не пляшет. Хлеба я вам не дам. Это почему уже? Дозволь спросить. А потому, что у меня он надежней будет. Вам его отдать, а к весне и порожных мяшков не получишь. Как же ты, майор, сомневаться в советской власти? Не веришь, значит? Ну да. Я верю. Соберете хлебец. Потом его на пароходы, да в чужие земли. Антонобили покупать. Чтоб партейнее и со своими стриженными бабами, катались? Знаем, на что нашу пашеничку катить. Дожились до равенства. Да ты что? Сдурел, чертяка? Сто шошнадцать пудиков по хлебу заготовке вывез! Зараз с именной хотите, чтоб детей моих оголодить? Стреть! Брежишь, гад! Ты на меня нет, Сыгарч. Но не непродразвертка! Катистик! Ты это... Ты это... Ты это... Чьи речи? Ты это что, контра? Над социализмом смеешься, гад? Пиши мне за раз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра ты у меня пойдешь, куда следовать. А там да пытаются. Откуда вот ты таких речей наслухов си? Зараз приду, высыплю свиньям этот хлеб. Лучше нехай они потрескают, чем вам в чужоедом. Свиньям! Силеной! Пиши! Пиши! Пиши. Тоже неуважить. Ага, контра. И советскую власть, и партию вспомянул. Пиши. Расписка. Я бывший белогвардеец, мамонтовец, с оружием в руках, приступавший к Красной Армии, беру обратно свои слова. Написал? Свои слова невозможно оскорбительные для ВКПБ. ВКПБ с заглавной буквы. Есть и советской власти. Я обязую успеть, хотя я есть скрытая контра. Я буду писать. Нет, будешь. А ты как думал? Я белым израненный, сказненный. Так тебя спущу, твои слова. Ты над советской властью на моих глазах смывался, а я бы молчал. Пиши, душа с тебя вон. Не буду советскую власть обрухивать и досаждать ей, а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас, ее врагов мирового масштабу, подведет под точку замерзания. Написал? А еще обвязуюсь. Завтра, 3 марта 1930 года отвесть в общественный анвар. Погодите, трошки в сердцах. 42 пуда семенного зерна по шаничной натуре. В чем и подписуюсь. распишись. Ты за это ответишь, Макар, какой-то... Всяк из нас за свое ответить. А ежели завтра хлеб не вывезешь, убью. Иди. Существует такое определение морально-этическая тема. Надо сказать, что к этой теме не всегда бывают отношения как к самой главной. Я же к ней отношусь именно как самое главное. Ибо через эту тему я чую, можно воспитать человека. Научить его быть прекрасным. Ременка нельзя научить с пеленок быть героем. А вот научить его любить природу, человека, животное. Можно и должно. И тут нельзя не вспомнить Владимира Владимировича Маяковского, который говорит коммунизм не только у земли, у фабрик, в поту, он и дома, за столиком, в отношениях, в семье, в быту. Я с огромным чувством волнения и ответственности принимаю предложение участвовать в спектаклях или фильмах на подобную тему. И наиболее близкими мне работами и дорогими являются участие в фильмах родная кровь и цыган. Очевидно от того, что я вначале говорил, мое сердце хранит понятие обиженное детство. Владимир Семенович, я хочу задать вам честный и прямой вопрос. Намерены ли вы препятствовать детям оставить этот поселок и переехать жить ко мне? То есть, как это препятствовать? Не пускать их, что ли? Нет, не пускать вы их не можете, юридически и практически тоже. Я не имею в виду прямые препятствия, запреты и так далее. Но дети в какой-то степени привыкли к вам, уважают ваш авторитет, как и все дети. Скажите откровенно, вам было бы желательно, чтобы дети оставили вас и переехали жить ко мне навсегда? Что ж вы молчите? Я хочу услышать ответ такой же прямой, как вопрос. Для меня это дикий вопрос, а не прямой. Значит, вы этого не хотите? Мне даже в голову не приходило, что кто-нибудь будет тут сидеть и задавать мне такие вопросы. Вы вдобавок еще испытываете неприязненные чувства, ко мне это справедливо. Бросьте вы про чувства. Отговаривать я их не стану. Если хотят ехать, пусть едут. Это их право. Ну и, к примеру, плохое про вас тоже говорить не буду. Разумно. Хотя мне кажется, что вы к ним по-своему привязаны, не правда ли? Да, по-своему, да. Значит, вас в первую очередь заботит, будет ли им хорошо у меня. Я юрист. Всего, чего я добился, я добился своим трудом. Я добился большего, чем многие. Это правда. Долгие годы я жил очень расчетливо, зато теперь я могу дать детям многое, что поможет им встать на ноги. Я готовился к этому часу, когда смогу целиком взять на себя воспитание детей. Долго готовились? Возможно. Я принимаю ваш упрек. Возможно, слишком долго. Возможно, я поступил в свое время несколько жесток, но я имел право так поступать. Мне тогда, вероятно, хотелось не то, чтобы ей отомстить, но чтобы она почувствовала, что без меня ей будет плохо. Мне хотелось, чтобы она попросила помощи. Возможно, я помогал ей значительно меньше, чем был в состоянии нарочно, опять же, по выше приведенном причине. Возможно. Все это очень даже возможно. Но если б ребятишки заболели с голоду, дожидаясь, пока ваше отцовское чувство в себя придет, это тоже было возможно? Ну, ну, не стоит. Или свихнулись бы без присмотра. Зачем вырошить то, что могло бы быть? Так мы перейдем на упреки. Вернемся к фактам. Вам трудно. У вас ограниченные возможности. Я это знаю. И дети не ваши. А у меня есть дом. Мои родители недавно умерли и дом перешел ко мне и стоит пустой в районе парка недалеко от моря. И город наш от войны совсем не пострадал. Вам не случалось там бывать? Нет. В корпусе как раз брало его в обход. Вам завтра уходить в рейс? Нет, сегодня. Я не тороплюсь. Мне хочется, чтобы ребята немножко привыкли ко мне. Я им привез кое-какие подарки, они остались у меня в гостинице. Если вы не возражаете, мы пообедаем там у меня, а потом я их привезу обратно. Вы не будете возражать? Отчего же? Пусть ездят. Значит, мы договорились. Весы правосудия будут в руках у ребят. А мы с вами не станем пытаться подкидывать на чашу свои гирьки. Ведь весь вопрос в том, чтобы лучше устроилась жизнь ребят. Там такси ждет и счетчик работает. Пусть стоит. Заходите все. Мы тут обо всем договорились. Сейчас все поедем покататься. Да я не знаю, как. Отчего же? Поезжайте. А можно я сяду на переднем сиденье рядом с шофером? Ну, ясно, на переднем. Ну, о чем вы договорились? О чем нам договариваться? Я в этом деле вам не советчик. Думайте сами, как вам лучше. неужели они уехали? Как ты думаешь, капитан? А? Не знаю. Я? Я не знаю. Ты не волнуйся, все наше сна. Что же с нами может случиться, ведь мы же вместе. Аляпин, давай гудок! Ну чего ты тут сидишь? Иди! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok